Путешествие 19 века Почтовая, более известная в Царской России как почтовый тракт третьей категории. Именно здесь останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Только жил чуть правее, по Фонарной, там где сейчас улица Ленина. В Террасполе Пушкин был проездом. Цель – Бендеры. Там был намерен собрать материал для будущей Полтавы и найти могилу Гетмана Мазепы. Помочь ему в этом мог казак-старожил Искра. Тогда ему было 135. Говорят, он служил при Карле XII. Пушкин задал ему несколько вопросов по Мазепе, по его могиле. Искра ответила, что он даже не знает имени, он не слышал этого имени. И все его попытки найти это место казались безуспешными. Впрочем, правильно, после смерти Мазепы, который уже прибыл под Бендеры, так сказать, безнадежно больным, он был захоронен на кладбище Нямецкого монастыря. Его филиалом, новонямецкий монастырем, в 1864-м стал Кицканский. Разочарованный поисками Пушкин вернулся в Тирасполь, где из-за непогоды задержался до утра, выполнял госзаказ, написал несколько строк о проблеме аграриев. Саранча летела, летела, прилетела, села, все поэла, улетела. Это было на территории Тираспольского уезда. Одна из городских легенд. Пушкин, находясь в Тирасполье, встречался с Раевским. Даже заплатил за это деньги. На самом деле этого факта не было. Пушкину предложили встретиться, но он отказался. И на то были веские причины. Сабане предложил Пушкину увидеться с Раевским. Лепранди узнал об этом и спросил, ну а почему вы, собственно, отказались? Пушкин сначала пытался, ну, скажем так, изобразить причину. Он говорил, что мне нужно в Одессу к определенному сроку, я не успеваю. Потом признался, что он не хотел бы, чтобы об этом знало окружение Сабанеева. Я и так, что называется, под надзором, и как бы это обернулось. И в итоге Лепранди признал, что это было, в общем, разумное решение. Да, могилу он не нашел, о чем рассказал всему миру в Полтаве. Но помог Гоголю. Находясь в Бендерах, Пушкин узнал. В городе несколько лет якобы никто не умирает. Дело было в приписках чиновников. Мертвые души просто присваивали беглым крестьянам. Эта история позже станет основой знаменитого произведения Гоголя.